Привет, Анжела! Хеллоу! Подскажи график работы Республиканской больницы в Чебоксарах. Смотрите. Иногда бывают такие моменты, когда приходится идти в больницу. И цифровые сервисы здесь только в помощь. Онлайн-запись к врачу, например. Выбираешь своего терапевта в удобное время. Ближайшие даты, конечно, бывают забиты, но все же сервис еще совершенствуется. Облегчает беготню по больнице с бумажками электронный больничный. Врач входит в электронную карту больного. Там при закрытии больничного ему потребуется только проставить галочки и закрепить все цифровой подписью. Электронный листок нетрудоспособности хранится в специально защищенной базе Фонда социального страхования. Компании заключают договор с ВСС, чтобы начать принимать электронные больничные и получают ключ к системе. Пациент может отследить сумму пособий в личном кабинете на портале госуслуги и в мобильном приложении Фонда социального страхования. Социальный электронный навигатор или социальный помощник. У него будут большие возможности и высокая социальная востребованность. По сути, это будет комплексная электронная платформа, благодаря которой человек может оперативно со смартфона находить ближайший офис Фонда социального страхования, ближайшую аптеку или отслеживать предоставление технических средств реабилитации. Оформление листка нетрудоспособности – это одна из 19 государственных услуг, которые оказывает Фонд социального страхования. На днях был запущен еще один электронный сервис. В этот раз нововведение для предпринимателей и организаций. В мобильном приложении Федерального фонда социального страхования в личном кабинете можно подать документы на подтверждение основного вида экономической деятельности. Обязательные условия – наличие электронной подписи. Раньше подобное заявление можно было подать только через госуслуги, либо в бумажном виде принести в фонд. Заявление поступит непосредственно на сайт регионального отделения фонда. Соответственно, страхователю не нужно приходить в региональное отделение, выстаивать очереди, поскольку подтверждить АКВЭД необходимо до 15 апреля. Достаточно в электронном виде направить заявление, и мы также в электронном виде направим страхователю уведомление об установлении тарифа по виду деятельности, по виду экономической деятельности. Все учреждения здравоохранения республики соединены в единую информационную сеть. Ее составляющей смело можно назвать телемедицину. В каждой крупной клинике столицы и во всех районах есть пункты телемедицинских консультаций. Со стороны может показаться, будто врачи кардиологического диспансера Чебоксер просто общаются с коллегами из Канаша. Однако, если присмотреться, третье окошко с видео – это кардиограмма пациента. Она транслируется специальной документ-камерой, которая работает в онлайн-режиме. Телемедицинские консультации позволяют в режиме реального времени проводить консируемые консультации дистанционно для того, чтобы принять правильное решение по ведению пациентов, по их лечению, а также определение тактики дальнейшего ведения, не выезжая за пределы республики и не выезжая за пределами региона. Республиканский кардиологический диспансер на сегодняшний день принимает активное участие в телемедицинских консультациях с республиканскими учреждениями, центральными районными больницами и городскими больницами. Сама телемедицинская консультация длится не более 10 минут. Это конечная точка в принятии решения – оставлять пациента на месте или перенаправлять в клинику более высокого уровня. Пациентка нуждается в дальнейшем дообследовании условий кардиодиспансера, поэтому я предлагаю вам перевести ее по линии санавиации. Дело в том, что все врачи уже ознакомились с электронной карточкой больного, просмотрели все результаты анализов, на конгрессе обсудили пути решения, спросили у пациента, согласен ли он на перевод в вышестоящую клинику и оформили заявку на телемедицинскую консультацию. Врач при необходимости в системе заводит заявку. В процессе оформления этой заявки врач из медицинской информационной системы выгружает данные с карты пациента. Это могут быть какие-то эпикризы, данные из истории болезни. Все это в электронном виде прикрепляется к заявке. Также дополнительно к заявке можно прикреплять данные инструментальной диагностики. Это исследования компьютерного томографа, магнитно-резонансного томографа, ангиографии, УЗИ-исследования, флюор-исследования, рентген-исследования и так далее. На самом деле, перечень прикрепляемых исследований, он очень большой. Эта схема работает и от республиканского к федеральному уровню. Зоя Михайловна трижды оперировалась в Питере. Сейчас она лежит в республиканском кардиодиспансере. А сейчас тоже, когда мне сюда привезли, вот сказали мне, что они тоже там спросят, как. Они сказали, еще раз можно на консультацию приехать. Но я так, консультации только мне, мне тяжело ходить. Я очень плохо хожу. А это на поясе столько ехать, тоже тяжело. Вот в чем дело. И вот сюда сейчас приезжают это московские врачи из Бакулева. Вот они это хотят посмотреть мне, как-то там что. Пока телемедицинские консультации проходят без участия пациента. Но будущее как раз за привлечением в этот процесс больного. Планируется оснащение мобильными телемедицинскими пунктами. Это переносное оборудование, которое в пределах стационара можно перенести из одного кабинета в другой кабинет. И уже транслировать состояние пациента. Можно будет также прикреплять какие-то медицинские данные. Мы также планируем запустить элемент телеприсутствия. Это когда консультант удаленно может управлять камерой и общаться непосредственно с пациентом. Интересоваться состоянием его здоровья и как-то с ним взаимодействовать. Мы реально это хотим. Этот звук – одно большое оповещение от властей населению. Архаичный способ привлечь внимание, скажете вы. А вот и нет. Саму систему в Чебоксарах недавно обновили. Поставили программное обеспечение, которое связало современный компьютер и системы подачи звука 70-х годов. 77-й год и 2019-й год мы понимаем. Разница большая. Значит, там для реле, которые установлены уже и запчастей, порой нет. Запустить 24 сирены и передать голосовые сообщения через громкоговорители можно с пульта в единой диспетчерской службе Чебоксар. Такой способ охватывает треть всего города. Дело в том, что все дома, построенные после 90-х, не оборудовались ни сиренами, ни громкоговорителями. Впрочем, это не единственный способ сообщить жителям, что происходит что-то опасное. В городе Чебоксары всегда угрозам мы не говорим. Но есть, допустим, атомные электростанции на территории города. Да, химически опасные объекты. Есть зоны в стране, где угроза землетрясений реальная, да, или угроза, допустим, затопления вдоль каждую весну мы слышим. Вот для таких случаев система оповещения и создана. Аппаратура позволяет здесь запустить те сирены, которые сегодня есть, отобрать каналы радиовещания и каналы телевещания. То есть по телевизору тоже можно. Здесь же держит радиосвязь с управлениями сетей города. Тепло, электро, энерго. Диполь, Диполь, прием. Диполь, один, отъехать. Оперателем дежурной гражданской обороны. Проверка системы оповещения. Прием. Под контролем еще бегущая строчка в каждом электронном табло города. Запустить всю эту систему внимания всем может глава администрации, начальник ГОИЧС, в отдельных случаях старшей смены ЕДДС. Это человек, который 24 часа в сутки в курсе аварийной ситуации в Чебоксарах. По улице Короленко выехала скорая. По улице Ленинск-Комсомола правонарушение полиции выехала. По улице 5 лет октября правонарушение полиции выехала. Сюда информация поступает онлайн от ЕДДС Чуваши. То есть по номеру 112 принимают заявку о происшествии и если это, например, проблемы ЖКХ, перенаправляют в районы и городские единые диспетчерские службы. Ваш номер телефона заканчивается 7506. Я вашу заявочку принял, значит, ЕДДС в город Сивильск направлю. При этом при звонке 112 сотовый оператор автоматически передает местоположение звонившего. Прямой номер Чебоксарской ЕДДС 23-50-09. Оперативный дежурный город по гражданской обороне Яковлевск. Говорите. По любым вопросам можно звонить. Мы, если сами не можем помочь, то подскажем, куда позвонить, кому позвонить. Ситуацию на дорогах отслеживают по веб-камерам и онлайн-картам. Технологии здесь вместе с оперативными дежурными. На страже круглые сутки. Они, говорят, и двигаются, но под строгим контролем юного изобретателя. Ни дня Дима Петров не проводит без роботов. Тренировочное поле для калибровки и наладки – шорт-трек. Дисциплина старая. Лучший мировой рекорд установил скоростной робот. Димин сортировщик поставил рекорд на окружной интеллектуальной олимпиаде. За 32 секунды я приезжал. У второго места уже около 56 секунд. Я использовал немножко не те моторы, как и все, но тоже леговские, но и не только за счет этого, и за счет программы тоже. Программа дает. Бывают роботы с похожими решениями, но полностью идентичных не найти. Добавить что-то свое – это творческая часть. И по убеждениям Димы, не каждый программист сможет сходу справиться с роботом и настроить его на работу. Все сложно заключается в том, что робота нужно иметь отлаживать. Нужно смотреть, какие ошибки у робота есть, где он что-то не доворачивает, не докручивает. И в таком духе. Уметь настраивать коэффициенты. А чтобы настраивать коэффициенты, их нужно видеть, их нужно чувствовать просто. Не меньше часа каждый день он проводит за своим любимым делом. И так уже три года. Об этом знает его папа, с чьей легкой руки сын подхватил увлечение. Если есть необходимость сборки какого-то робота, подготовки к соревнованиям, то есть начинается работа над конструкцией, то это все в принципе в комнату Диме зайти достаточно страшно. Мама, по крайней мере, не заходит. Все в деталях засыпано, все деталями, потому что это все, скажем так, творческий хаос. Хобби Евгения Петрова переросло в преподавание. В 13-й Новочебоксарской школе он готовит к всероссийскому соревнованию команду младших школьников. По итогам регионального этапа лучшими изобретателями Чувашии стали Никита и Ульяна. Оба Петрова – однофамильцы, хотя, может, и это как-то помогает наладить командную работу. Что там не получается? Я, я, я. Место каждой детали нужно знать по памяти. Таковы требования. Это как с автоматом, чтобы разобрать и собрать даже вслепую. Никита собирает колеса, а я собираю крепления для контрольного. Деталь бывает ось или палка. Мне нравится их искать, потому что у них разные размеры. Я узнаю их размер по кружочкам. Нам интересно собирать, потому что он клево ездит и собирает кубики. Три раза в неделю здесь собираются любители поконструировать. И если несколько лет назад желающих было совсем мало, сейчас на занятия приходят с огромным желанием и горящими глазами. Что может робот? Как думаете, что может робот? Это глаза. Ну, почти правильно угадала. Это вам? Нет, это глаза. Получается, что при помощи этого датчика робот может определить расстояние до объекта. Конструкторы совершенствуются. От металлических и деревянных до нынешнего лего, из которого можно собрать робота и запрограммировать его на определенные действия. Конструировать тарифы предлагает компания «Мегафон». В обновленной линейке очень интересное предложение. Например, включайся, выбирай. Это конструктор, в котором каждый сам определяет условия тарифа, нужное количество интернет-трафика и минут для звонков. Очень удобным для меня оказался конструктор от «Мегафона». Понимая, что впереди отпуска и что явно я буду очень много фотографий и видео ссылать друзьям, я увеличиваю вот этот ползунок и увеличиваю себе интернет на этот период. А потом, когда я возвращаюсь, я затраты на интернет и объем интернета соответственно уменьшаю. Это очень удобно. Преобразились и другие тарифы этой же линейки. Включайся, смотри, теперь предлагают безлимитную подписку на «Мегафон ТВ». А включайся, премиум – это безлимитный интернет и СМС. Тысячи минут для разговоров, а также индивидуальное обслуживание. И самая приятная фишка всей этой линейки – кэшбэк. Целых 20%. Именно «Мегафон» первым вписал его в тарифный план. Механизм начисления прост. В личном кабинете автоматически создается бесплатный отдельный счет, на котором виден баланс накопленных средств. Зачисляется кэшбэк только со списанной абонентской платы и за услуги связи в международном роуминге. И, внимание, кэшбэк можно копить в течение года и тратить на покупку сериалов, кино в приложении «Мегафон ТВ», в сервисах «Мегафон музыка» и «Мегафон книги». Или приобретать в салонах сотового оператора различную портативную технику, смартфоны и аксессуары. Включайся – это самый популярный продукт у абонентов «Чуваши». Более 60% новых подключений приходится на эту линейку. Но с появлением конструктора настраивать наши тарифные планы стало еще намного проще. Мы предложили 16 новых комбинаций тарифных планов, которые могут удовлетворить потребности каждого абонента. А приятным бонусом на тарифные линейки является кэшбэк в размере 20%. Это частичный возврат потраченных абонентам денег на абонентскую плату, которую он может потратить на любые дополнительные сервисы, а также на покупки в магазинах «Мегафон ритейла». Ко всем этим плюсам тарифной линейки добавляем бесплатный антивирус с функцией «Антивор», безлимитный интернет, а также любую книгу и журнал раз в месяц в подарок. А самое интересное, что менять условия тарифа можно самостоятельно в личном кабинете в любое время, и абонентская плата будет списываться за оказанные услуги. Прогресс прогрессом, а мозгу нужен отдых, советуют психологи. И тут клин-клином. Приложение «Форест» предлагает вырастить дерево, виртуальное, конечно, а растет оно только тогда, когда не трогаешь телефон. Если ненароком залезешь проверить уведомления, дерево засохнет. Повод на 25 минут покинуть цифровое пространство. Редактор субтитров А.Семкин